Всем привет! С вами проект Квердам и Рома Поляков. Сегодня у нас рубрика «Три истории». Для нее я всегда отбираю свои лучшие видео из ТикТока, объединяю одной темой и показываю вам. Сегодня я расскажу о Марии Лацинской. Она будет первой. Она создатель из-за проекта «Лесбийское лобби» и одна из авторок проекта «Just got lucky». Продолжу я истории Никиты Лойка. Вы наверняка видели его работы, ведь он режиссер проекта «А поговорить». А еще он режиссер документальных фильмов о квир-людях из постсоветского пространства. Завершить все это история Крис Пократан. Он психолог, секс-просветитель и автор подкаста «Скажи, пейс». Самая громкая квир-активистка России – Мария Лацинская. Почему громкая, спросите вы? Дело в том, что Маша не стесняется рассказываться ни на какие темы, связанные с квир-повесткой или фем-повесткой. Причем высказывается она остро, смело, бескомпромиссно, не подбирая слов. За что ее любят и ее аудитория, и редакторы разных журналов, которые регулярно приглашают Машу написать то одну, то другую колонку для своих СМИ. Вообще, я узнал Машу благодаря проекту «Открытый» или «ОЗИ». Это был онлайн-журнал о квир-людях, и его главной задачей было рассказывать позитивные новости из мировой и российской квир-культуры. «Открытый» — это как раз такой проект, который должен показать, что на самом деле не все так плохо. У ЛГБТ-людей есть свои вечеринки, свои какие-то прикольные проекты, есть предприниматели, которые делают разные инициативы не только для сообщества, а вообще для всех. Редакторы и редакторки издания объясняли свою позицию просто. Вот если прямо сегодня и сейчас бить в условный Янтек слово «гей» или «лезбиянка» на ушком, то выйдет огромное количество новостей о том, как убили, расчленили, избили, преследовали, оштрафовали. А ведь новостей случается гораздо больше. И в музыке, и в политике, и в социуме, и в повседневной жизни. «Открытые» несколько лет подряд поддерживали свою повестку и сумели провести, кажется, самый массовый проект России. Правда, в онлайн-формате. В «Карльб», в «Инстаграм». Зато тогда квир-сообщества России слышали поздравления и живые концерты от российских и международных селепритис, от «Монеточки» до «Ройшем мёд». Когда проект «Озин» закрылся, Маша стала делать собственный. Она запустила телеграм-канал «Лезбийская ломби», где обсуждает квир-фем-новости каждый день. Она — соведущая подкаста «Нараспашку». И сейчас подкаст как бы существует, но в таком от случая к случаю. Иногда мы что-то записываем и надеемся, что ни за кем не придут, никаких последствий не будет. А ещё Маша не боится эксперимент. Например, в конце 2022 года она запустила с другой активисткой Катей Кудрявцевой другой онлайн-журнал, литературный журнал «На себя». К большому сожалению, этот журнал пережил ровно один выпуск. Там было 9 рассказов, 3 из которых обвинили в ЛГБТ-пропаганде и закрыли весь сайт. Сама Маша тоже немало пишет и публикуется. И речь тут не только о колонках в либеральных СМИ, но и о полноценных рассказах. Например, её тексты можно найти в сборнике «Любовь во время карантина», в литературном журнале «Незнание» или в проекте «Прочтение». Обязательно почитайте тексты Маши, а ещё посмотрите её новый продукт на YouTube. Обзор на кринж-квир-шоу «Ультиматум». Это правда забавно. Блядь, тут у всех проблем с сепарацией. Блядь, это же мизбиянки. Какой максимальный срок, когда мы расставались, неделя? Да, это было ужасно. Ссылку на канал Маши, где есть тот самый видеообзор с Ариной, я оставлю в описании. Там же будут ссылки на проекты Никиты и Крис. А ещё не забывайте подписываться на мой канал. В марте выйдет новое большое видео. Не пропустите. Квир-документалки Никиты Лойко. Я уверен, что каждый и каждая из вас смотрели хотя бы одно видео Никиты Лойко. Он режиссёр программы «А поговорить». А в своё время он познакомился с Ириной Шифман на канале СТС. Они вместе делали программу «Деталь». А году в 2016 ребят позвали делать проект для Ютуба «А поговорить». Кстати, заказчиком тогда был канал «Москва-24». Однако это никак не ограничивало Ирину. И она задавала вопросы на тему ЛГБТК+. Буквально каждому гостю и гостья. Мой следующий вопрос должен был звучать. Руслан Гей, ты гомофоб? Нет. Был когда-нибудь? Был. А слухи о том, что вы любите женщин, вы знали? А с 2020 года ребята делают проект самостоятельно. И ограничений вниз теперь нет вообще никаких. В феврале 2022 года Никита покинул Россию. Теперь он живёт в Португалии. В этом же году он сделал публичный камин-аут как Гей и начал сотрудничать с проектом «Медиалов», который базируется в Нидерландах. Первая документалка Никиты Уквер-Людеш вышла осенью 2022 года. Она называется «По ту сторону радуги», и её можно найти на Ютубе. Там Никита общается с большим количеством квир-беженцев. Они в России подвергались нападкам, избиениям, угрозам. И они переезжали в одиночку и с семьями, парами. Сейчас каждый из них на разном этапе. Кто-то только приехал и находится в убежище. Кто-то уже переселился в своё жильё и начал адаптацию. Мы знали, что мы будем вместе. Мы не знали, как мы будем вместе. Но мы в любом случае знали, что мы будем вместе с ним. Все они рассказывают свои, если честно, пугающие истории. Следующий фильм Никиты Укверов вышел буквально несколько недель назад. Он тоже есть в свободном доступе, но на платформе вот-вот. И называется он «Таблетка от себя». Он рассказывает истории людей из России и постсоветского пространства о том, как они проходили конверсионную терапию. Я сюда лечиться приехал, а меня тут лапают. Это офигенно, петушом. Могут накачать та кровь, потому что у тебя будет до крови пошло. Кого-то пытался лечить православный батюшка. Кого-то мула. Кого-то сдавали в психиатрическую больницу. Кого-то увозили в арам. Но все герои и героини фильма прошли серьёзные испытания в жизни. Они рассказывают свои истории и тех, кто свои истории уже не может рассказать. Например, молодой человек одного из героев фильма послончил с собой, не выдержав конверсионной терапии в Москве. Вот есть программа, по которой тебя калечат. Обязательно смотрите фильмы Никиты, а если хотите узнать его получше, то читайте интервью, которое я делал с ним осенью прошлого года. Ссылку я оставлю в комментариях. Ну или ищите по названию скрина. И подписывайтесь на мой тикток Кверорама. Это главный бендер и название подкаста, который Виолой создавал Крис Покрытар. За два года эту фразу произносили и Татьяна Лазарева, и Кирилл Мартынов, и Александр Мурашов, и, конечно, героини моих прошлых выпусков, Оксана Василькина, Саша Казанцева и Мария Лацинская. Вульва! В широкой аудитории Крис знаком как просветитель, секс-педагог, подростковый психолог и, конечно, автор неологизмов. Очень много вопросов по поводу подросткинь. В карьере просветителя Крис пришел далеко не сразу. Давайте откатимся назад и узнаем, какой же путь он прошел. Вообще Крис родился в Чите и мечтал быть журналистом. Именно поэтому он поступил в МГИМО на ЖУФАК. Он мечтал стать возземным журналистом, буквально ползать под пулями и делать острые репортажи. Однако в МГИМО учили другому, как ровно сидеть в кадре, но точно ровнее, чем я, и четко говорить текст по бумажке, причем часто даже не свой текст. Поэтому Крис быстро разочаровался в профессии журналиста и из нее ушел. Когда Крису было примерно 20, он попробовал себя в педагогике. Он стал преподавать французский в православной школе. И это сложный и травматичный период для Криса, который тоже во многом его сформировал. Во-первых, там он столкнулся впервые со школьным суицидом. Во-вторых, среди учениц была девочка, которая влюбилась в Крис, и Крис пытался в помощи прожить эту ситуацию, а так и получил буллинг со стороны других педагогов и был вынужден уйти. В этот момент начинается бизнес-перенд Крис. Он работал в консалтинге много лет, строя карьеру ступенькой за ступенькой. Благо, французский в этом отличие помогал. Однако не помогал от невыгорания, поэтому Крис в какой-то момент пошел в НКО, которое помогало семьям с детьми с церебральным параличом. В тот момент, когда Крис волонтерен, там случилась большая конференция, посвященная ДЦП. И один кусок этой конференции про взросление и сексуальность просто некому было вести. Тогда Крис прошел обучение в ЮНЕСКО и взял на себя эту платформу. Результат был буквально феерический. С одной стороны, в восторге были слушатели, журналисты, психологи, родители, потому что они узнали невероятное количество новой информации, которой до этого не было на русском языке. Во-вторых, в восторге был сам Крис. И он решил остаться здесь. За год своей карьеры он успел поработать и в Центре ТЭЦ, и в доме с Маяком, и на проекте Перекресток Плюс. Там он консультировал индивидуально, вел группы и занимался просветительской деятельностью, но, так сказать, в глубочих масштабах, на небольшие группы. Однако все это выросло в возвращении журналистики. Подкаст «Скажет Денис». Наш подкаст все еще существует. Просто пока мы дали ему передохнуть, переосмыслиться, переосмыслиться. Продолжение следует...